Торфинные горшочки приемлены по двум причинам. Вы их уже знаете. Сейчас я объясню. Кто-то против горшочков, но альтернативы нет. Понимаете, в чем дело? Человек порастил. Взял мощный холм. Кстати, крутоват. Я очень надеюсь, что когда он еще немножко подрастет, он еще, видите, сделан в виде чаши небольшого углубления. Несмертельно. Пока еще не смертельно. По крайней мере, до зимы. Так. Потом надо будет вот это взять лопату, стесать, сделать вот так вот. Вот из этого вот сделать вот такой пологий. И все будет прекрасно. Чтобы корни не замерзли. А вот здесь вот, если так оставить, будет расти-расти, корни могут замерзнуть. Хоть и абрикос, все равно лучше постраховаться. Итак, горшочек видели. Почему не сразу поле? Это я писал хозяину этому. Наверное, были чем-то накрыты. Ну, ответ не помню. Взошло немного. Тут их раз, два, три, четыре, раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Тридцать два зашло. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Из тридцать двух, шесть, это вроде и много и мало. Если каждый из них станет деревом, посадим будет горшочек, вот он же полуразложившийся, да? Вот. Главное, правильно посажено. Семидоли наверху. Это принцип. То есть, все вроде бы по железу. Но вот почему не сразу поле, я не знаю. Вот. Я считаю, что этот пробежиссий вариант, он у многих крови сидит. Уже все всходит. Давай на подоконник. Ну, что это такое? Я пишу. При первых признаках пробуждения, а весны нет, надо в холод. Но только не на подоконник. Вот. Почему? Чуть ниже объясню. Процесс пошел. Вот это уже тот самый холод. Вот эти те же горшочки. И все прекрасно. Ну, я думаю, что, хотя тут они могут, даже вот в этом маленьком углублении, да? Горшочек, конечно, будет сгниет, сгниет. Но даже если углубление, оно погубит вот этот молодой сажер, свежий король. То есть, здесь начнется, там, в дождь его, в этот самый, в снег, начнется выплевание. Вот эти. Вот это небрежность. Вот это даже. Даже здесь и то придется. Имейте в виду, горшочек был полный, под завязку должен быть. А вот дальше я пишу. Там написал, процесс пошел. Здесь пишу, вы истину пошел. Видите? Золотой запас семян России. У нас в больших садоводах. В науке этого нет. Вот. Это получается так. Здесь, даже на мой взгляд, внешне, это все крупноплодное. Все-все-все. То есть, человек надеется. Вон, абрикос, ассортивный номер один. Да, все крупноплодное. И получается так. Хочет он, возможно, этот человек, а может он на нее смотрит. Вот сделал прекрасный коллаж. Вот, видите? Вот. И этот коллаж ему приведет. Вот он посадит. И он надеется, наверное, или это будущее прямой. И с них берем ветки, переносит. Может быть, там и мелкие есть. Я, может, годом раньше заказал. Видите, как интересно. Или вот, как многие. Нет, вот. А что выросит, то выросит. Вот и пишу. Овчинка выделки стоит. Еще раз показывал. Ну, это. Те, которые помнят. У меня там целая папка их, но. Которая покрасивая фотография. Сеянец, абрикос, фаина. Сеянец. Это она писала, не я. Видите, да? Значит. И не замерз. И Урал. И Челябинск. И были 40 градусов мороза. А Сеянец, вот это вот, седьмой год пошел. За семь лет он должен был давно. А в Москве вот то, что сказали, ночью будет 27. Сказали уже минут 20, ночью 27. А он обещает 30 градусов. Ну, понятно. Они могут не дойти до 30. А это для московских садов смертельно. А если бы эта косточка бы там росла? Если бы Екатерина Кузнецова где-нибудь там в Одинцово была бы. Вот последний звонок был за Одинцово. Прямо, почему запомнил. Прямо перед этим разговором. Перед вебинаром. Чем он там погиб бы? Если бы на Урале, то там жесткий климат, там много. Это Сибирь, Урал. Вот. И еще раз. Почему? Первый случай, когда, посмотрите. Это. Особый случай. Это сенсация. Пусть еще раз повторю. Показывал, но извините, не удержался. Почему? Абрикос королевский привит на местных желтых сливок. Крупные, прекрасные плоды. Согласны? Ну, что еще надо-то? А помните четыре ведра персиков? Ну, про персиков пока не буду. Абрикос. Итак. Абрикос королевский клуб железова. Выращены с косточки. В отношении на шестой год. Впервые. Впервые мой королевский абрикос. Сенис обогнал эти. А за ним такое водится. У меня два случая, друзья. Я хочу вам настроение поднять и спортить, спортить. У меня ни на кошечке нет персика. Ой, абрикоса королевского. Уже видели, какой был слабый. Так вот. Два случая. Валерий Константинович. Ваш королевский. И показывает вот так. Я говорю, может так. Нет, вот так. Нет, вот так. Два случая. Ну, правда, знаете как? Они не собираются фотографировать. Случайный разговор. На улице. Вот. Обидно. А здесь, на лицо, вы видите. Как вы думаете? Если человек возьмет отсюда веточку. И привьет опять. Например, на эту же. Может там эти желтые сливы немеряны. Ну, там из земли лезут, лезут. Там так бывает. Ведь можно же новый класс вывести. Понимаете? Совершенно новый класс. Этот изменился. Мне бы сказал. Валерий Константинович. Мы тебя расстреляем. Если не угадаешь. Это кто такой? Королевский? Я говорю, не знаю. Не похож. Не похож. А это королевский? Мне что, обманывают люди? Нет. Это природа нас обманула. А это королевский? Ага. Что угодно думайте. Любое. У меня косточка. Она гибридная. Предсказать невозможно. Невозможно. Но до того интересно, друзья мои. И так мы с вами, окажется, знаем, что вырасти из культурных косточек. Мы можем уже надеяться на их морозостойкость. Все, что было до этого, привито на морозостойке по двое. Веточка яблони. А если она была привита на сибирку? Перешла морозостойкость. Как-то зуб даю? Нет, не так. Голову на сечении даю. Идем дальше. Фирма в железах веников не вяжет. Просто приятно показать. И что мне интересно, почему? Видимо, заказывали недавно. Крупноплодных-то больше нет. А они заказали мелкоплодных. А вы знаете, что из этих самых мелких-мелких? А они-то все у меня гибридные. Рядом росли. Что можно ждать? И такие еще крупнее. Верьте в чудеса. И тогда чудеса будут. Потому что мне можно верить. Потому что у меня все это из реального, настоящего сада не нарисовано. Вчерешний разговор меня удивил. Не посадил сразу. А посадил семена сибирько-культурные. Год спустя и все взошли. Вот так вот, представляете. Звонок. Ну, не записан. Это я сейчас... Ну, надо мне мода взять. Каждый раз я буду теперь хитрее делать. Любой звонок. Тут же включаю эту камеру в этом фотоаппарате. Вот. И записываю. Делаю громкую связь и записываю. А потом или стираю неинтересно. Или наоборот разговор интересен. Столько фактов копятся, копятся. Нигде не фиксируется. Где-то там в космосе все это исчезает. Звуки, слова, мысли, эмоции.